Трейдеру и инвестору. Тема крайне важная для того, чтобы понять, как себя вести в текущей ситуации, стоит ли искать новые возможности или ждать коррекции. Вот все эти вопросы будем обсуждать сегодня на вебинаре. Перед началом, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Это крайне важный вопрос с точки зрения трейдинга, с точки зрения инвестиций. Мы присутствуем на площадке компании Admiral Markets. Admiral Markets является брокерской компанией, которая оказывает свои услуги для большого количества стран, для большого количества клиентов. Мы предлагаем два основных типа взаимодействия. Это счета для трейдинга, то есть когда вы можете использовать кредитное плечо, торговать как акциями, валютами, CFD, то есть большое количество инструментов, порядка 8 тысяч инструментов мы предлагаем. И также для пассивных инвесторов мы предлагаем возможность использования инвестиционных счетов. То есть здесь каждый из вас может найти для себя то, что для вас будет в первую очередь полезно и разумно в качестве использования. У нас это обучающий вебинар, поэтому здесь крайне важным вопросом также осветить те взаимодействия, которые у вас могут быть уже дальше вместе с нами. Кстати, напишите, пожалуйста, кто у нас пришел первый раз в принципе на вебинар Admiral Markets. Поставьте цифру 1. Очень интересно посмотреть, какое количество у нас участников присутствует впервые. Отлично. Тогда специально для вас сейчас я скидываю полезные ссылки. То есть первое – это YouTube-канал Admiral Markets, на который я рекомендую подписаться. Там будет доступна видеозапись, например, этого вебинара или всех вебинаров и обзоров, которые мы публикуем. Поэтому этот ресурс очень полезен, и я рекомендую сразу же на него подписаться, чтобы быть в курсе. Также рекомендую подписаться на наш Telegram-канал. В нем мы тоже публикуем и свежие обзоры, и добавляем ссылки на видео, на подкасты, которые выходят в Admiral Markets. Здесь вы сможете для себя найти как раз те материалы, которые вам позволят быстро и максимально эффективно сориентироваться в текущей ситуации, понять, что на рынке происходит, ну и уже получить какие-то наработки, чтобы вам самостоятельно не приходилось анализировать рынок, а вот получить сжатую информацию. Конечно, вы можете и сами углубиться, но там, по крайней мере, базовая информация будет доступна. Туда же мы публикуем подкаст «Два трейдера», который как раз мы с Фуадом записываем по вторникам. Через пару часов он там обязательно появится, вы сможете его послушать. Ну и также мы проводим достаточно большое количество обучающих курсов. Об этом я тоже расскажу в конце, но данный курс, данный вебинар идет в открытом формате. Но если вы хотите получить более углубленные знания как по базовому трейдингу, инвестированию, так и по более углубленным стратегиям, то обратите внимание на наш раздел вебинаров. Сейчас я тоже ссылочку пришлю, вы сможете быстро посмотреть. Ну и в конце я тоже скажу о тех мероприятиях, которые у нас планируются на ближайшее время. С моей стороны это все. Теперь я бы хотел передать слово Фуаду. Трейдер, ну вот вы можете посмотреть, мне очень нравится эта фотография, рабочий стол как раз Фуада, который был в Таллине. Сейчас вы можете увидеть на видео как раз его другую установку, которая более интересно выглядит, но фотография мне нравится эта, поэтому я ее поставил на заставку. То есть Фуад, трейдер, инвестор, управляющий активами с опытом более 20 лет, как раз поделится своим мнением и своим видением текущей ситуации, ну и опять же расскажет о том, что сейчас максимально разумно делать вот в текущей сложившейся ситуации. Для тех, кто писал вопрос, что делать в чате, то есть в чат вы можете писать ваши вопросы, ближе к концу у нас будет серия вопрос-ответ, то есть вы можете подготовить свои вопросы, но можете писать их также и заранее. То есть я думаю, что тоже Фуад будет останавливаться, обращать внимание на те вопросы, которые будут по теме, то есть той части, о которой он будет рассказывать. Ну а если нет, то уже будет открыто уже ближе к концу. Отлично, тогда Фуад принимай микрофон, я сейчас остановлю тогда демонстрацию экрана, и ты можешь брать уже все в свои руки. Да, всех приветствую, добрый вечер. Видно, наверное, видео, я не знаю, вы видите... Вот видео почему-то нет, попробуй еще раз перезапусти. Да, выключу, снова включу, вот да. Да, все отлично. Да, сейчас я увеличу, посмотрю, как меня вообще видно. А, ну нормально видно. Так, у нас... Тут я в чате вижу, что люди пишут, что помнят эту фотку из Фейсбука в группе Ездуны, меня там никогда не было, я там никогда ничего не писал. Может быть, клуб инвесторов была группа, там я мог с кем-то спорить, и то не факт очень давно и неправда. Хорошо, я чисто уточнил. Сегодня у нас такая очень рабочая встреча. Я бы не сказал, что это какой-то прям обучающий вебинар. Мы мало чему сейчас будем обучать. У нас всего лишь такая летучка. Мы собрались, чтобы понять, что происходит на рынках. Понять это очень сложно, всегда было сложно, сейчас тем более сложно по ряду причин. Вот, допустим, если бы вы меня в марте спросили после обвала, что делать, я бы сказал, ну, ребят, если вы сильно рискуете и долгосрочно готовы ждать, и, в общем-то, не боитесь дальнейших просадок, то берите, потому что, ну, очень дешево. Сейчас таких идей нет. Я думаю, ни у кого нет таких идей. Хотя я вам сегодня покажу несколько графиков, где будет, ну, какая-то ясность будет. Но, опять же, приготовьтесь, никакой ясности нет. Все очень сложно, понять сложно, ориентироваться сложно, поэтому приходится выкручиваться, использовать какие-то более сложные стратегии. Об этом тоже поговорим. Давайте начнем с того, насколько дорого сейчас стоят акции. Вот у нас тут участников достаточно много, 33 человека, и я вот прям в чат задам вопрос. Напишите прям словами, дорого ли стоят акции? Вот кто как понимает, так и понимаете слово «дорого». Кто считает, что уже дорого, пишите. Вот кто-то даже «Космос» написал отличное слово, подходит тоже. И можете определение давать «недорого», «дешево», «очень дешево надо брать», ну и так далее. И вот у нас пошли уже определения. «Космос» значит «дорого», «нет, недорого», «да, дорого», «адекватно», «пять сообщений» и «пять разных мнений». Вот насколько рынок вещь такая неопределенная, сложная для понимания, для ориентира, что вот пять человек написали, и ни одного ответа совпадающего. Ну, может быть, у Веры и у Константина совпало, говорят «дорого», «да». Что это значит вообще «дорого» или «нет»? Мы же не говорим о цене акций, мы же не говорим о том, что S&P уже стоит 300-3400, и это дорого, цифра большая. Нет, конечно, как вы знаете, дороговизна фондового рынка определяется вовсе не той абсолютной величиной, куда рынок ушел. А чем она определяется? Относительной величиной. То есть, если рынок стоит, ну, допустим, акция, отдельная акция, стоит 100 долларов, и она зарабатывает, эта компания в год, зарабатывает в пересчете на одну акцию 10 долларов, то она окупается за 10 лет. Этот бизнес, не акция как дивиденд, бизнес окупается за 10 лет. Другая бумага тоже зарабатывает 10 долларов в год чистыми на одну акцию. Ну, допустим, у нее миллиард акций, она зарабатывает 10 миллиардов долларов, В пересчете на одну акцию получается 10 долларов. Так вот, но стоит она 300. Акция сама уже взлетела в цене, ее уже покупали и до этого, и она выросла настолько, что стоит 300. Вот тут уже окупаемость 30 лет. Это самое простое понятие, я тут Америку не открыл, многие, наверное, сейчас заскучали, потому что это настолько банально и должно быть понятно многим. Но тут многие писали, что не были на наших вебинарах, впервые зашли на такой вебинар. Может быть, они вообще впервые на такого рода вебинарах, поэтому я решил начать с самых азов. Так вот, часто меня спрашивают, насколько сейчас рынок дорог, не в абсолютных величинах, а в относительных. Насколько соотношение цены акции к ее прибыли высоко. Давайте я прямо при вас эту цифру проверю. Многих интересует, как же можно узнать рынки, не конкретная акция. Конкретные акции легко узнать, насколько дорого стоят. Можно зайти в Finviz, вписать тикер бумаги. Ну вот давайте начнем с самого простого, с Finviz. Вот у меня браузер. Так, где у меня браузер Safari? А вы сейчас видите рабочий стол. Да, видите? Finviz. Напишите, если вы видите Finviz. Да, загружается. Вот сейчас видно Finviz. Ага. Впишем любую бумагу. Ну, например, Coca-Cola. Так, Coca-Cola. Стоит 51 доллар. P-Ratio 23.85. То есть у нее соотношение цены к прибыли 23 года. 23 раза, как угодно называйте. И так, и так можно. И, знаете, опять же, сложность в том, насколько это дешево или дорого. Много или мало. И Finviz нам помогает. Он пишет, что эта цифра вполне себе такая средненькая. Видите, черным цветом. 23. Не зеленая и не красная. То есть вполне средненькая цифра. Вот так мы узнаем, насколько бумага дорогая или дешевая на рынке. Но как это сделать по поводу индекса? Как узнать, насколько весь рынок дорогой или дешевый? Одна бумага нас не интересует. Мы хотим в целом понять, насколько дорого или дешево. Тут есть несколько способов, включая самый банальный. Давайте вот просто в Гугле, вы видите, я прямо в строке браузера пишу. S&P 500 Price Earnings PE. Вот, смотрите, даже чарт есть, даже можно график посмотреть. Вот S&P P-Ratio. Конечно, тут могут быть старые какие-то данные или наоборот очень свежие. Давайте вот просто по инструментам распределим. Не за все время, а за последнюю неделю непринципиально. Вот есть такая компания Yardeni Research. Очень-очень грамотная. У них очень много аналитических материалов. Я часто их читаю. Вот здесь, видите, огромная такая таблица. Надеюсь, вы ее видите. И вот вам трейлинг, то есть скользящая PE-Ratio по S&P. Вот за второй квартал Q2 с синеньким цветом 24. И форвард – это то, что ждут аналитики, ожидают, что вот в августе, ну, в августе ожидали, что будет. Вот они упала эта будущая оценка и сейчас снова выросла. То есть в районе 23-24 наш PE. Много это или мало? Все познается в сравнении. А давайте сравним. Вот вам 2008 год. PE был 25-26. А вот вам доткомы, бум доткомов, пузырь, PE был 28. То есть мы можем сказать, что да, дороговато, но явно не дешево. Как, например, в 2011-2012 году. Я помню, у Apple PE ratio был 12. Просто подарок, сказка. Сейчас там 30 с чем-то. Так что да, мы выросли существенно. И в 2020 году у нас в начале, видимо, вот это падение PE ratio было до 18. Ну, неплохо по сравнению с 24. Так что вот так. Вот вам оценка рынка. Тут много графиков, скорее всего. Очень много интересного. Видите, все в графиках. Это очень крутая организация, так скажем. Теперь я вам покажу второй ресурс, как понять, насколько рынок дорогой. Star Capital D, точка D. Там на немецком нужно переключить язык, хотя не очень-то и важно на каком, потому что все вот понятно. США, ставлю английский язык. И дисклеймер, ну, якобы там в рекламных целях нельзя. Окей, акцепт. И вот здесь в Research, по-моему, есть в Research раздел Stock Market Valuation. Посмотрите, вот. Карта. Сейчас выйдет, да, огромная карта. И прям цветами раскрашено то, что дорого, то, что дешево. Синим цветом то, что относительно дешево. Красным дорого. США, ну, это KP, это не PE. Давайте поставим PE. Вот здесь, видите, Price Earnings PE можно поставить. Можно любой индикатор поставить. Price Sales, дивидендную доходность. Посмотрите, прекрасно, насколько дивидендные, насколько компании платят дивиденды. Я поставлю PE. И вот США тут показывает 30. Ну, видимо, предыдущий сайт брал скользящую за несколько месяцев. Тут берет прям текущую, ну, разные оценки, но, видите, даже выше. Еще выше, чем на предыдущем ресурсе в Гугле. Может быть, там старые были оценки. Так что вот и мы увидели, что рынки переоценены. Многие, многие рынки по PE переоценены. Это на 31 августа. Посмотрите, здесь есть дата на 31 августа. Если взять Штаты отдельно, Южную и Северную Америку, вот здесь видно Канада 25, Штаты Соединенные Штаты 30, ну, и так далее. 33 Бразилия, Аргентина вообще 35. Вот вам и на данном вебинаре, как минимум, ну, те, кто не знал, не буду спорить, что мы тут Америку открыли, те, кто не знал, мы узнали, как делать оценку, ну, не оценку, а узнать оценку рынка, насколько дорого он стоит. Но мы собрались не только для этого и не столько для этого сегодня. Хоть времени у нас немного, но я пройдусь по тем вещам, которые сейчас актуальны. Значит, А, рынок дорогой. Б, что важно сейчас на рынке? Помимо того, что он дорогой, у нас на носу выборы. Ну, Роман, наверное, сказал или скажет, скоро будет вебинар отдельно по теме выборов в США. Но я говорю, у нас, я имею в виду американский фондовый рынок, скоро будут выборы в США, совсем мало осталось. И это прям новость номер один. Раз в четыре года происходит. Мы видели после последних выборов, как сильно взлетели фондовые рынки после победы Трампа. И, естественно, сейчас интриги не меньше, даже больше, может быть. К теме выборов добавляется и коронавирус, и масса разных проблем, и дефицит бюджета. Ну, и, в общем, сама интрига Байдена или Трампа, она важна. Поэтому рынки будут находиться под давлением не столько фактора дороговизны. Это рынки никогда не пугало. Как говорят, акция не может стоить настолько дорого, чтобы не вырасти еще немного, и настолько дешево, чтобы не упасть еще чуть-чуть, да? Поэтому дороговизна рынков – это не показатель того, что надо шортить, что надо продавать. Вовсе нет. Я даже сегодня покажу пару материалов, графиков, где вы увидите, что может даже наоборот. Давайте по теме выборов. Несколько у меня графиков. Совсем мало. Поверьте, у нас на следующем вебинаре будет огромная-огромная масса графиков, интересной статистики, кто когда выигрывал, что ожидают рынки после победы того или иного кандидата, ну и так далее, тому подобное. А сейчас я включу демонстрацию экрана слайд, если я его найду. Давайте я его открою. Так, точнее, он у меня открыт, но я его не вижу. Да, вот он у меня открыт. Тоска сообщений, почта, скайп, сафари, сафари, хи-хи-хи. Где же слайд? Вот здесь, наверное. Посмотрите, видите ли вы слайд. Да, мы видим, ты переключаешь. Да, отлично, отлично. Смотрите, ну вот начнем с графика номер два. Что происходит, когда побеждает республиканец президент или демократ-президент? И когда Конгресс находится под контролем демократов при президенте-демократии, республиканцев при президенте-демократии, и когда он смешанный. Ну, то есть, вот посмотрите, какая статистика. Лучшая-лучшая – это президент-демократ, и республиканцы контролируют парламент. То есть, если сейчас Байден побеждает, а он демократ, но республиканцы остаются контролировать парламент, то это лучший сценарий. 18-3 исторически за почти 70, ну не почти точно 70 лет, не считая этот год, выборы пока не прошли. 70 лет история вот насчитывает такую статистику. И худшим было бы победа Трампа при парламенте не республиканском. В прошлый раз у нас был смешанный и победил Трамп. Это тоже неплохой сценарий, видите, 17-9. Дальше, смотрите, рейтинг поддержки. Вот сейчас очень важно, насколько Трампа поддерживают уже, да, April rating, и насколько у него шансы выиграть. Вот здесь выше горизонтальной линии – это победа, компания, которая побеждает, предвыборная компания на выборах, и которая не побеждает. Буш старший, Трамп и Картер имеют меньше 50, имели и имеют меньше 50 поддержку и попадают под losing campaign. Вот здесь находится Трамп, то есть как бы не особо. И еще одна статистика. Оказывается, доходы президентов коррелируют, коррелируют с их победой. Очень такая корреляция. Вот посмотрите, выше income, да, прибыль, и выше шансы победить. У нас тут у Трампа самый высокий показатель. То есть Трамп самый богатый президент, и поэтому сами понимаете, как это может помочь. Ну, мне кажется, это вообще не поможет Трампу. Это же не первый раз он избирается. Дальше, S&P. Посмотрите, когда президент идет на реэлекшн, да, на переизбрание, рынки обычно с 50-го года ведут себя вот так. Мы сейчас вот здесь. Мы сейчас в желтой зоне, в болтанке. Рынки, да, дорогие. И обычно они осенью при избрании президента задумываются, видимо, о том, насколько хорошо было бы переизбрать президента текущего, и насколько хорошие новые идеи у победы другого президента, не того, кто в Белом доме уже сидит 4 года. Вот такое раздумие, коррекция. Может быть, хорошее время использовать. И дальше начинается рост. Это, конечно, не показатель, что он обязательно начнется, потому что разные бывают случаи. Но вот, по крайней мере, мы попадаем вот сейчас в сентябрь. Ровно вот здесь мы, в середине желтой зоны. И дальше будем болтаться где-то до ноября, до выборов как-то так, с коррекциями. Ну, в целом, во флете будем находиться. Ну, еще пара графиков по поводу S&P в те годы, когда происходят выборы. Вот, посмотрите, 2020 год. Зеленая линия началась с обвала. Март, точнее, март обвал, апрель восстановились. И когда побеждают разные партии, посмотрите, вот та, которая у власти, та, которая не у власти, а разные линии. Вот такие сценарии. Восходящий, но с коррекцией, серьезной коррекцией. Даже ниже нуля начала года. И вот S&P уже пошел на коррекцию. Уже есть такая серьезная, больше, чем при обоих сценариях коррекции. Ну, посмотрим, чем закончится. Пока мы не упали. Ну, по-моему, даже упали. Это цифра на 0,9-0,8-20 по американской методике 8 сентября. А у нас уже не 8 сентября. Я думаю, где-то мы находимся близко к нулю. Доу Джонс, по крайней мере, уже на уровне нуля. А это S&P. Ну, и, собственно, последний график по поводу выборов. Вот тут такая статистика. Сами все видите. Тут даже комментарии излишни. Если Дональд Трамп победит, пока тут знаки вопроса стоят. Статистика по поводу сток-маркет последняя. Видите, насколько она однозначна? Насколько она однозначна? Всего три раза из ряда вон выходящие случаи. В остальных 20 из 23 рынок угадывает. Рынок угадывает тот, кто будет президентом своим поведением. Но я в эту статистику не очень сейчас верю. Сейчас интрига настолько большая, что или мне желаемое за реальность я выдаю, а не очень мне хочется, чтобы Трамп побеждал. Хотя какая мне разница? И, наконец, вот такой бонусный график. Очень часто я слышу про акции Short, что вот можно просто шортить бумаги. Такой бонус чисто хочу вам объяснить, доказать, показать, насколько рынок действительно сложная штука, насколько выбор стратегии, выбор интересной идеи играет прям важнейшую роль. Посмотрите, идея. Что если взять самые высокие по уровню шортов акции, то есть те акции, которые трейдеры берут у брокеров и играют на понижение, в долг берут, то есть шортят, говорят по-русски, те акции, которые топ шорта акции, а что если их шортить? Если весь рынок по ним настроен медвежие, то прекрасно, значит, они будут падать. А вот и нет. Посмотрите, S&P, ну, по крайней мере, за август, просто статистика за август, S&P вырос там на 7%, а самые шорт бумаги, которые шортили больше всего, выросли на почти 14%, в два раза сильнее. То есть неважно, как рынок их шортит, их могут шортить какие-то непрофессиональные игроки, их могут шортить какие-то рисковые игроки, терять деньги. Шортить высокошортовые бумаги как раз оказывается худшей идеей по сравнению даже с S&P, они выросли сильнее. Тут, конечно, есть понятие шорт-сквиз, наверняка многие знают, что это такое, возможно, это сыграло роль. И давайте поговорим о рынке труда. Посмотрите, насколько ситуация сейчас из ряда вон выходящая, особенная. Вот эта вот синяя-голубая линия, это рынок труда, безработица. Посмотрите, никогда, практически никогда рынок так не падал с 50-го года резко. И так быстро не восстанавливался. Ну, он не до конца, конечно, восстановился наполовину. Никогда такого не было. Все кривые, куда более ровные, пологие, плавные. И вот сейчас мы увидели такое резкое падение. Это как раз не в пользу каких-то таких банальных решений. Это говорит о том, что действительно ситуация очень неоднозначная. И рынок точно так же может себя вести. Конечно, рынок раньше, чем рынок труда, безработица будет реагировать, фондовый рынок. Но все же, думаю, кривая у него будет явно неровная. И, наконец, посмотрите, что было до сих пор. Мы говорим о чем? Сейчас. Comparing year one of the strongest starts to the S&P. То есть с момента мощного старта индекса S&P, что было в дальнейшем. Взяли пузырь доткомов. Нет, не доткомов. 82-87 кризис. Восьмой год после 8 марта был всплеск. Акции начали расти после 6 марта дна. И сейчас текущий. Почти всегда полгода, первые полгода были лишь половиной, началом продолжения этого тренда. Правда, сейчас мы видим куда более мощный тренд, чем в предыдущие годы. Ну, например, в 80-х годах вы видите, акции всего на 30% вскочили, выросли. Причем, посмотрите, коррекция как совпала по времени. Всегда в это время происходит коррекция. Ближе к полугодовому юбилею, так скажем, происходит коррекция на S&P. Вот, ну, плюс-минус там месяц, может быть, 2-3 недели. Как раз у нас все три случая коррекции. И чем заканчивается эта коррекция? Всегда продолжением роста. Ну, не что значит всегда. Два раза из трех, да, предыдущие кризисы. Ну, кризисы не каждый месяц случаются, не каждый год. Поэтому все-таки это важно. Раз в 10 лет, как ведет себя рынок. И учтите такую вещь. Даже если все у нас совпадает по времени, этот рост, 50%, он ровно, я не знаю, в полтора раза больше, чем рост в 80-х. Это достаточно важно. Он не такой, как предыдущие годы роста. Поэтому не стоит его приравнивать прям один к одному. Но, но, факт остается фактом, рынки скорее продолжат. Нет, давайте не будем говорить о будущем. Рынки до сих пор в такой вот ситуации продолжали свой рост после определенной коррекции, когда она закончится, закончилась ли. Может, даже уже закончилась, мы не знаем, но вот так. И как раз по поводу выборов. Учтите, что этот год попадает на выборы, выборный год. А предыдущие коррекции, кризисы могли не попадать на годы выборов. По-моему, Обама был в восьмом избран, так что это уже был послевыборный год. Тут тоже есть большое отличие, текущая ситуация от предыдущих. Хорошо, я вам показал текущий момент, что мы видим, что происходит на рынках, что можно ожидать, что было до сих пор, когда была похожая ситуация. А теперь давайте об идеях поговорим. У нас буквально 10-15 минут. Ну, у меня лично, потом Роман продолжит. И я бы хотел поговорить вот о чем. Я переключусь на другой экран. Там у меня... Ну, давайте прямо здесь, в браузере. Не буду переключаться. Прямо в этом браузере открою Trading View. Идея, собственно, следующая. Да, у нас тут еще есть целый слайд по поводу... Ну, ладно, позже покажу. Или давайте прямо сейчас и начнем. Собственно, идея какая? Если нет сильных, серьезных драйверов, если нет серьезного понимания, что может быть, и мы уже увидели, что ситуация такая, не очень понятная, то на помощь приходит маркет нейтральной стратегии. Ну, что значит нейтральной? То есть они... Эта стратегия выигрывает вовсе не от того, что вы угадали направление рынка, а она выигрывает от того, что вы увидели разницу между чем-то и чем-то. Ну, вот, например, давайте... Тут на слайде видно... Это, кстати, стратегия хедж-фондов. Они очень любят ее использовать. Вот давайте посмотрим на этот график. Да, на этот график. У нас есть две бумаги. Вот они всю жизнь коррелировали. Вы видите на графике. Ну, тут история, допустим, прошлого очень долгая. Они коррелировали всю жизнь. В какой-то момент одна бумага очень сильно начала расти, другая ушла на коррекцию. Почему-то. Ну, разные могут быть причины. Где-то какие-то новости вышли, может, просто инвесторы перекладываются. Масса может быть причин. У вас есть такая идея, у вас есть такое понимание, что всю жизнь эти бумаги коррелировали. Значит, по идее, история, если она будет повторяться, должна снова свести эти бумаги. Ведь у них похожий бизнес, одинаковый бизнес. В принципе, все сходит. Если не случилось чего-то очень глобального, ну, например... Фонд, у тебя сейчас демонстрация презентации идет. Все верно? Демонстрация презентации парный трейдинг, да. More store gains to come. Да, ты это показываешь. Нет, нет, подождите. Я показываю парный трейдинг. Сейчас, секунду. Я показываю вот это вот. Вот, да, вот теперь видно. А, окей. Нужно будет повторить. Да, окей. Так вот, ну, то, что я объяснил, тут видно. Собственно, график несложный. И если не случилось чего-то глобального, как, например, на акциях Никола, да, у них их обвиняют во лжи, что они подделывают какие-то технологии, якобы несуществующие, публикуют. А если ничего такого серьезного не случилось, то, собственно, бумаги могут и, скорее всего, будут с большей вероятностью продолжать в том же духе двигаться дальше. Вот как мы видим уже дальше, да. Но это время использовать расхождение, иррациональность рынка, какую-то, как сказать, непонимание, что ли, рынком или временное в моменте панику рынка или, наоборот, эйфорию. Расхождение. Хорошее слово – это иррациональность и расхождение. Использовать для того, чтобы в будущем, если вы верите в то, что история повторится, а это, собственно, постулат технического анализа, это фундамент технического анализа, то можно использовать этот момент. То есть прикупить ту бумагу, которая пошла на коррекцию, и в шорт встать, играть на понижение той бумаги, которая выросла. Идея вот в чем. Бумаги не должны были так сильно расходиться. Случилось что-то краткосрочное, что-то очень незначимое в каком-то таймфрейме, там, месяц, неделя, две. Что-то из ряда вон выходящее, экстраординарное. Поэтому я… Мне все равно, куда пойдет индустрия. Например, это две компании-автопроизводителя. BMW и Mercedes, допустим, да, Daimler, точнее. Мне все равно, что будет с этим сектором. Тесла их убьет или они возродятся. У меня в покупках, допустим, BMW в продажах Daimler. Если индустрия вырастет, одна бумага принесет, другая потеряет. Если индустрия рухнет, обанкротится, я не знаю, одна бумага, другая уже принесет, первая потеряет. Важно, чтобы вот эта иррациональность, на которую пошли инвесторы, начали скупать почему-то BMW и продавать Daimler, чтобы она рассосалась в будущем, как и было все время в истории, вы видели это, да. И вот мы делаем два движения, покупаем одну компанию, продаем другую, одновременно, одновременно ловим разницу в спреде. Это спред между двумя акциями. Вот такая вот, собственно, незамысловатая стратегия таких компаний, которые имеют сходство, имеют корреляцию высокую, очень много конкурентов, да, простые конкуренты. Важно, чтобы они не просто были конкурентами, важно, чтобы они еще и коррелировали исторически. И вот этот метод мне очень-очень симпатичен. Я вам сейчас покажу несколько стратегий, которые я делал в последнее время парный трейдинг. Вот я переключусь на Safari. Сообщите, видите ли вы трейдинг вью экран. Вот он открывается. Да, все в порядке. Так. И я на этом экране поставлю... Я не часто торгую парным трейдингом, потому что, знаете, находить идеи каждый день корреляции не так легко. Секундочку. Ну вот парный трейдинг AMD Intel. Я не уверен, что здесь все хорошо получилось, потому что там очень дикая была корреляция, раскорреляция. Но я поставил для этого очень короткий стоп-лосс. То есть я увидел рост AMD и падение Intel. Огромный разрыв. Но в чем ошибка, ну не то чтобы ошибка, в чем риск в этой стратегии был. В этой стратегии был фундаментальный фактор. Intel объявил, что он больше не будет производить чипы в США, ну той серии, отказывается от определенных чипов. И рынок просто в считанные секунды бросился продавать Intel и покупать AMD. И тем не менее, я нажимаю play и мы видим, что видите, очень даже неплохо. До стоп-лосса не дошло. Вот я могу увеличить, видите. Не дошло. Где он? Не дошло до стоп-лосса. Видите? Вот здесь наверху. Идея оказалась неплохой. Ну как, мы по нулям, но вот сейчас, сегодня пошли в плюс, вышли. Вот. И если дальше AMD будет падать, а Intel расти, до этого было наоборот. AMD взлетел, а Intel упал. Если справедливость хотя бы частично восстановится, то я уже войду в зону плюс. Я уже в зоне плюс. Видите? Здесь маленький-маленький плюс. И очень хорошо был поставлен стоп-лосс. Ну там стоп-лосс понятие такое. Дальше. Еще одна была здесь идея в парном трейдинге. Спред Amazon Alibaba. Тоже очень был дикий, прям нервный спред. Это как раз мы на курсе делали по парному трейдингу. Роман, если помнишь, предпредыдущий курс несколько сделок сделали. Почти все были удачные. Амазон сильно вырос. Коронавирус. Люди стали покупать. Это был как раз вот май, июнь, конец июня. И я решил, что ну слишком сильно Амазон вырос по отношению к Alibaba. Нет, он и дальше рос, Амазон. Но меня не это волновало. Меня волновало, почему Alibaba недооценили, Aliexpress. Почему баба недооценена по сравнению с Амазоном. Да, Китай, но все восстановилось. Мы сейчас ни в феврале, ни в январе месяце. И я решил, что я не буду шарчить сектор e-commerce, интернет-коммерция. Это очень перспективный сектор. Я буду шарчить Амазон против Alibaba. Я буду ставить на несправедливость, которая по сравнению по отношению к китайской Alibaba. А все покупают Амазон, миллениалы, американцы бросаются скупать акции Амазона. Это будущее. Действительно, все покупают через Амазон. И почему они не покупают бабу, да, Alibaba? И я встал вот в такую позицию. Действительно, мы еще немного, вы видите, на графике я увеличил, еще немного пошли вверх, но до стоп-лосса не дошли. И оттуда грохнулись вниз. Причем два раза можно было даже, три раза зайти. И сейчас очень хорошая прибыль. Близко к Take Profit. Я даже ее закрою сегодня и выйду из сделки с хорошей прибылью. То есть, рынок наконец пришел в себя и сказал, ребята, действительно, что это мы бросились скупать Амазон и продаем Alibaba? Причем не продаем, а недопокупаем. То есть, рост Alibaba не такой, как на Амазоне. С чего это? То есть, я эти сделки не придумал, они лежат уже здесь несколько месяцев. Вот еще одна Baker, Schlumberger. Но она так, пока по нулям, ничего особенного. Сейчас посмотрим, закачается. Да, она в прибыль вышла, но не сильно. По крайней мере, видите, из трех сделок ни одной убыточной не было по спреду. И это лично меня очень радует, по крайней мере, уже есть какая-то возможность не угадывать, не угадывать, а заходить с идеей, с историческими данными, с пруфами, с доказательствами, что вот, вот история, вот две коррелирующие бумаги. Причем мы это будем делать на курсе математически. Не просто смотреть на график и говорить, ну да, вот они двое коррелируют и дальше будут. Нет, мы будем это делать с точки зрения прям цифр, математики, высчитывать. Есть целые огромные порталы, сайты, которые показывают эту корреляцию, которые дают вам точные параметры, именно расчеты прошлого, конечно же, не будущего. И мы на основании этих расчетов говорим, ребята, вот вам идея, вот вам цифры, почему бы и нет, и вот вам стоп-лосс, я выйду, если корреляция снова будет расти и обратно зайду, если, ну то есть и выйду с плюсом, если мы действительно, моя идея, рынок снова вернется, в круги своя, все вернется, рынок образумится и перестанет скупать пузырь и наоборот продавать недооцененную бумагу. Вот такая вот интересная стратегия. Я лично рекомендую, подытожу, в это непростое время, время неопределенности, когда на рынках и выборы, и рынки дорогие, мы с вами видели, я показал вам даже ресурсы, где это смотреть, и полным-полно статистики, с одной стороны, говорящие, что, ребята, будем расти, вот что было до этого, а с другой стороны, у нас из-за выборов и кучи проблем все совсем не так, как раньше. По этим причинам, мне сейчас сильно симпатична эта стратегия парного трейдинга, маркет-нейтральная стратегия, где нам угадывать ничего не нужно, тем более у нас, у нас сезон отчетности, в сезон отчетности как раз будут выходить отчеты, одна компания будет разочаровывать, мы будем вставать против этого разочарования и в сторону там отчетности на другой компании, то есть будут темы, будут входы, и это прекрасно. Наверное, у меня все, наверное, у меня все. Я, кстати, всем, о, я вижу у нас здесь масса в чате сообщений, давайте, давайте, я все прочитаю. Роман, буквально 5 минут мои, да, а дальше, наверное, в 45 ты продолжишь. Так, что я здесь вижу, пишут, дорого-недорого, это я видел, вопрос по стакану заявок, логично я через него торговать на индексах. А это к Роману, я вообще стакан последние 10 лет не смотрю, как бы чисто интересно, что в нем происходит, но у меня торговая стратегия не стаканная. Да, Ланагри будет запись, и я нажал кнопку запись, и Роман нажал, Илья пишет Тесла, наверное, это в контексте того, что мы обсуждали. Так, видно, не видно, видно, не видно, а в основном, в основном все комментарии по поводу того, видно, не видно. Хорошо, я вижу знакомых здесь много, привет, Василий. Да, кстати, подписывайтесь на мой трейдинг-вью, вот, кстати, вот, фредерик слэш нижний слэш Даниэль, очень хорошая платформа, там можно свои идеи ставить, чужие смотреть, как соцсеть, ставить лайки идеям, и вот у меня уже 208 подписчиков, я каждые два дня, иногда каждый день ставлю идеи интересные, вот, по парному трейдингу, я, кстати, трейдинг-вью очень люблю из-за парного трейдинга, они позволяют, никакая другая система не позволяет в таком виде видеть, рассматривать идеи парного трейдинга, здесь есть такая возможность смотреть спрейды, смотреть корреляции, прекрасный сайт, регистрирован бесплатный, ну, есть и платные версии, у меня вот премиум, подписывайтесь на меня, добавляйтесь в друзья, если аккаунт не пустой, я тоже добавлюсь, если пустой, наверное, смысла мало, да, Илья, я Теслу шартил, она выросла, знаете, там, история Теслы, это, короче, история миллениалов, их любви к Тесле, и, наверное, после, наверное, больше никогда такие бумаги шартить я не буду, как я сказал, ни одна бумага не может стоять, не может не вырасти еще, потому что она дорогая, нет, она может и легко, Тесла это подтвердила, я не претендую, что все идеи здесь в плюс, иначе я бы здесь с вами не сидел, да, я бы был бы каким-то ясновидящим на рынке, ко мне бы стояла очередь, я бы по рукам, по ладоням, по, не знаю, еще чему, гадал бы, что будет в будущем, я показывал только парный трейдинг, и он как раз таки очень даже неплох, да, Тесла выросла, я шартил, поставил 100+, вылетел, кстати, я в реальной жизни тоже по 100+, вылетел, и очень нехилому признаюсь, очень нехилому, ну, вот так миллениалы победили, 1-0, победили, я не знаю, к какому поколению я отношусь, так, это по поводу трейдинг-вью, ну, и кому интересно, это Инстаграм, просто, если хотите, подпишитесь, это Инстаграм, а это Фейсбук, там тоже можно найти меня вот так. Ну, у меня все, наверное, пишите, подписывайтесь, курс у нас скоро состоится, об этом скажет Роман, очень будет интересный, очень такой подкрепленный данными курс, не просто воздух из книжек технического анализа, конечно же, теория, не я придумал эту стратегию, не я придумал парный анализ, парный трейдинг, и в мире достаточно трейдеров, которые лучше меня в этом парном трейдинге разбираются. Инстаграм, вот, trader1.one, вот прям так же. Так, Zoom можно портить с такой трансляцией, я не понял, шортить. Видимо шортить. А, шортить. Zoom можно, а, окей, окей, я думал портить, как можем использовать. Zoom, шортить, видите, такая же история может повториться, как и с Теслой. В Zoom зашли просто такими объемами, прошлый отчет Zoom был хороший, на 40% бумага выросла после отчета. Если вы спрашиваете идей, например, буквально еще минуту, например, из идей мне нравится сейчас Pfizer, потому что вакцина, как бы банально, конечно, не звучала, не люблю я такие банальные идеи, а вакцина, и она технически, вот у меня, кстати, предпоследняя, по-моему, идея, это Pfizer, да, предпоследняя. Yes, я снова прикупил, выходил с прибылью хорошей, снова прикупил. И еще одна идея, которая мне нравится, это Slack, это такой мессенджер, недооцененный, на мой взгляд, Work у нее тикер, W-O-R-K, ну, работа, Work. Zoom покупают, Peloton покупают, это тренажеры для дома, то есть все ковидные акции покупают, которые выигрывают от того, что мы сидим дома, пользуемся какими-то услугами виртуальными, а Slack не покупают, так что еще одна бумага, которая мне нравится, но это просто идеи, они оценены чисто техническим анализом, какой-то, может быть, недооценкой фундаментально, хотя в Slack даже прибыли нет, все-таки там есть фактор субъективности. Парный трейдинг, мне кажется, менее субъективным, чуть менее субъективным, конечно же, спред может расходиться точно так же, как акция может расти до небес или наоборот падать, конечно же, но по крайней мере, мы с вами на этом трехдневном, он трехдневный, да, или четырехдневный, Роман? Трехдневный. Трехдневный, на этом трехдневном курсе мы научимся с вами не определять, даже входить по четким, так скажем, научно обоснованным, очень громко сказано, ну а как, на фоне всего теханализа, это и есть, наверное, наука, научно обоснованном анализе, который нам говорит, вот, происходило все время вот так, сейчас момент вот такой, и если ты сделаешь это и это, то при одном лишь условии, что рынок немножко переборщил с продажами второй бумаги и покупками первой, ты снова будешь в плюсе, ну а если нет, поставь себе в голове стоп-лосс, допустим, сейчас спред 2 доллара за акцию, поставь себе 4 доллара, когда будет 4, выйдешь, ну и ладно, точно так же можно выходить из парного трейдинга, когда у вас не получилось. У меня все, всем спасибо, я в чате, сейчас бы Роман будет рассказывать о акции и так далее. Хочу попросить остановить демонстрацию экрана. Сейчас, секунду. И я сделаю со своей стороны. Да, спасибо большое, как всегда, очень много вещей, ну в первую очередь, над которыми стоит подумать и брать во внимание. Я со своей стороны хотел сказать для всех наших слушателей, особенно для тех, кто пришел впервые, для тех, кто ищет для себя возможности изучения данного вопроса. Обратите внимание на нашу страницу с вебинарами, сейчас я вам чуть более подробно расскажу, но вот пока дам также ссылку в наш час, чтобы вы смогли воспользоваться. Это и вебинары различного начинающего плана, то есть, например, почему нельзя открывать сделку без цели, то есть такой вопрос, который важно разобрать. Также у нас каждый месяц проходит вебинар с легендой трейдинга с доктором Элдером, на котором Александр делится своим мнением по рынку, анализирует предложенные акции, ну и в целом отвечает на вопросы. То есть я со своей стороны всем без исключения рекомендую тоже посетить этот вебинар. Сейчас ссылочку дам, чтобы вы сразу же могли зарегистрироваться, например, на те мероприятия, которые для вас были бы интересны. Вот сейчас посылаю в чат. Ну и со своей стороны для тех, кто хотел бы дальше, например, изучать, в том числе подход парного трейдинга, со своей стороны я бы хотел позвать на курс Фуада. Это уже будет, мне кажется, шестой или седьмой поток. Надо, кстати, будет посчитать, сколько мы уже провели за несколько лет. Парный трейдинг, стратегия хедж-фондов. Вебинары начнутся через неделю, 23 сентября. Будет идти два дня, то есть это 6 часов, то есть каждый день по два часа, 23, 24 и 29 сентября. Как раз у вас будет время с тем, чтобы разобраться, подумать над теми вопросами, которые появляются и их в ходе курса задать. Для всех участников мы также создаем телеграм-группу, в котором общаются именно участники данного потока, для того, чтобы, опять же, было удобно задавать вопросы и расширять как раз те знания, которые появляются. Ну и, в принципе, остается поддержка в течение месяца для всех участников данного курса в этом телеграм-канале. Как на курс можно посетить? Ну, в первую очередь, на него нужно зарегистрироваться по той ссылке, которую я приложил в чат. И данный курс проводится для клиентов Admiral Markets. То есть, если у вас есть счет от 1000 евро, то вы можете посетить данный курс. То есть, мы уже ввели несколько лет как данную практику для наших клиентов. В зависимости от уровня знаний проводим различные обучения, которые как раз входят в пакет наших трейдеров. То есть, если у вас счет более 1000 евро, то вы сможете посетить, если вы действительно хотите для себя изучить данную стратегию, то вы можете дополнить свой счет до 1000 евро, чтобы принять участие в данном курсе. Опять же, эта сумма вас ни к чему не обязывает. Вы в любой момент можете использовать для торговли или вывести с вашего счета, но мы делаем отбор именно трейдеров, кто настроен серьезно, готов учиться, задавать вопросы, узнавать новое и постоянно погружаться в данный вопрос, для того, чтобы как раз получить максимум эффекта. Поэтому со своей стороны, да, то есть, как вот пишет Алекс, главное, что настроен серьезно. То есть, здесь этот вопрос ключевой и как раз вот для этого мы проводим такие углубленные материалы. То есть, сейчас Фуат сказал буквально 1% от того, что будет в ходе курса разбираться. Поэтому переходите по данной ссылке, если для вас этот вопрос интересен, регистрируйтесь. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к вашему персональному менеджеру, для того, чтобы принять участие в данном курсе. И если у нас здесь присутствуют совсем новички, также у нас пройдет курс 21 числа на пару дней раньше. Это курс трейдинг быстрый старт. То есть, если для вас возможно часть информации, которая была сегодня, она немного вас смутила, то есть, какие-то вопросы были непонятные, то со своей стороны вы можете приходить на данный курс. И тут мы разбираем и основы, и базовые торговые стратегии и, собственно, как начать торговлю, как начать инвестирование. Здесь точно такой же принцип. Единственное, что доступ дается, так как это курс для начинающих, при депозите от 200 евро. То есть, в целом, вы можете посетить оба курса, если считаете, что вам нужно потянуть также и базовые знания. Поэтому переходите по ссылке, регистрируйтесь. Также, вот буквально пару минут назад, как раз пока Фуат рассказывал, край мухой я его слушал, но также добавил еще наш с ним сегодняшний выпуск подкаста «Два трейдера». Тоже ссылочку на него сейчас приложу, чтобы вы как раз могли, наверное, завершить сегодняшний вечер прослушиванием нашего подкаста. Там мы собрали большое количество интересной информации по текущей ситуации, по выборам, по презентации Apple, по компании Никола, ну и в целом, что происходит на рынке. Поэтому тоже рекомендую перейти по ссылке и слушать, ну и в принципе следить за подкастами. мы их публикуем каждый вторник. С моей стороны, наверное, это все. Если у вас есть какие-то вопросы, то также сейчас можете задать. Если вопросов будут появляться также по данному курсу, обращайтесь к вашему персональному менеджеру, и он вас обязательно сориентирует. И, ну, в первую очередь, вы можете зарегистрироваться, а дальше уже с вами свяжется ваш менеджер и расскажет по дальнейшим шагам. Если на текущий момент вопросов нет, то поставьте, пожалуйста, например, два плюсика, если все сейчас понятно. Пока как раз основные участники ставят плюсики. Если есть вопросы, то можете их написать в чат. Отлично. Да, вижу, что пошли плюсики. Супер. Отлично. Сейчас я еще раз скопирую ссылки, потому что ушли они наверх, на всякий случай, тем, кто не успел по ним пройти. Хорошо, тогда со своей стороны всем желаю хорошего вечера. Фуат, спасибо тебе за вебинар. Да, всем спасибо, удачи на рынках, увидимся 23 числа на курсе. Да, будем ждать вас на курсе, чтобы как раз максимально погрузиться в данный вопрос и изучать дальше. Ну, а те, кто будут нас смотреть в записи, ссылка на регистрацию на курс будет добавлена в описании к видео. Ну, и, соответственно, все полезные ссылки мы тоже оставим в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание, всем хорошего вечера и до свидания. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok